Ммм, Рафаэл, Феррера. Ты чё, обалдел, что ли? Я-я. Растительные жиры, может быть, даже пальмовое масло. Синерезис. Я ем химию, потому что я и есть химия. Я вспоминаю историю своей студенческой молодости, когда я жил в общежитии Челябинского мединститута, и мой сосед по комнате, Паша, в какой-то момент сказал, очень мне нравятся эти конфетки про Рафаэлла. Я на него чуть ли не набросился. Паша, ты чё, обалдел, что ли? Как ты можешь это чудо, это произведение называть конфетками? Вот такое у нас тогда, это был конец 90-х, было отношение, когда пошла эта вся реклама, мы ощущали, что это прям ценность такая. Мне кажется, благодаря грамотному маркетингу это до сих пор особое удовольствие, потому что у меня есть всякие конфетки, типа мешки на севере, а Рафаэлла, Феррера, другой разговор. Молодцы, молодцы рекламщики. Я Сергей Малоземов, это Ольга Косникова, пищевой технолог, химик. И мы сейчас разберём состав конфет Рафаэлла и Ферреро Роше. Ну, в общем, сестра и брат, или как тут, в общем... Брат и сестра. Белая и чёрная, как клавиши на рояле. Многие люди едят Рафаэлла с удовольствием, но при этом подозревают его в каких-то грехах. Потому что если заглянуть в его потаённое место, вот сюда, на его, так сказать, дно, то здесь перечислен достаточно длинный состав. Длинных составов люди пугаются, потому что тут всякие фосфаты, карбонаты и тому подобное. Вот давайте разбираться. Сушёная кокосовая стружка, растительные жиры, сахар, орехи, миндаля, сладкого, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, мука пшеничная, тапиоковый крахмал, ароматизаторы, эмульгатор, лецитин, соевый и или подсолнечный, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, соль. Давайте разбираться. Ну, в общем, к сушёной кокосовой стружке, там, орехам, молоку. С сушёным у нас, наверное, проблем никаких нет. Я думаю, что да. Нет, претензий нет, растительные жиры. Вот это такое многообразное понятие, под которым может скрываться что угодно. Например, какое-то время назад было много разговоров о том, что под названием растительные жиры скрываются не какие-нибудь жиры, а маргарин. То есть гидрогенизированные, обработанные водородом какие-то растительные жиры, может быть, даже пальмовое масло, которые забивают сосуды, которые ведут нас к смерти от различных заболеваний. В чём же правда? Вот вы исследовали, как вообще делают этот продукт, и какие именно растительные жиры тут применяются? Конечно, да, это понятие достаточно обтекаемые растительные жиры. В пищевой промышленности используются различные смеси масел растительных и животных. В данном случае использованы растительные, которые нам обеспечат более долгие сроки годности. И, естественно, все показатели обязательно контролируются. В пищевой продукт мы кладём только пищевое сертифицированное масло, которое по всем параметрам соответствует. Особенно, если речь о такой крупной компании, как производители Рафаэла и Феррера, естественно, у них всё время то проверки, то аудиты, то ещё чего. Крупная компания всегда на виду, и просто невыгодно класть какое-нибудь, не знаю, дешёвое техническое масло, потому что их на этом очень быстро поймают, оштрафуют, а их конкуренты будут очень сильно радоваться тому, что «А, тут что-то нашли!». Конкретно здесь, скорее всего, как я предполагаю, по другим продуктам этой марки спрятано пальмовое масло. И также мы здесь не понимаем, гидрогенизированный это жир или нет, есть у трансжиры или нет. Вот сейчас нам тут нужен химический ликбез. Ни любой растительный жир – это гидрогенизированный жир. И ни любой гидрогенизированный жир – непременно трансжир. Понимаете, к чему я клоню? Чё? Догадываюсь, догадываюсь. Что такое гидрогенизация? Это когда у нас есть какое-нибудь жидкое масло, ну, например, подсолнечное, и мы должны из него сделать твёрдое, потому что с твёрдым намного более удобно работать на производстве, это технологичнее. Мы его берём и отвердеваем. Отвердеваем мы его такой реакцией химической, которая называется гидрогенизация. И вот, к сожалению, это прекрасная реакция, которая действительно классно выполняет свой функционал. Может образовываться некоторое количество трансжиров. С трансжирами не может быть двух мнений. Тут наука абсолютно точно говорит, что они, к сожалению, опасны. Они наследуют к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, и, конечно, их количество нужно снижать. Но наши законы уже много лет обязывают производителей строго следить за тем, сколько в таких жирах трансжиров. И закон говорит, что это количество не более 2%. Если посмотреть результаты проверок Роспотребнадзора, других компаний, которые осуществляют надзор, то мы увидим, что обычно этот показатель даже меньше 1%. Удаётся его сдержать. Мы проводили тоже такие проверки у нас в передаче «Живая еда», и действительно нормативы соблюдаются. До введения вот этого вот отсечения 2%, не больше, мы находили в одних фафельках, польского, кстати, производства, мы находили больше 20% трансжиров. И это было прямо так тревожно, потому что трансжиры – это смерть для сердца, сосудов, одна из причин атеросклероза, ранних инфарктов. Это действительно страшно. Но они, кажется, они, вы, вы из пищевой промышленности, вас всё-таки законами в это самое вот втиснули в рамки. Конечно. Работаете нормально. Никто не хотел травить людей, но в начале 20 века, когда была придумана вот эта реакция гидрогенизации, никто и духом не знал ни про какие трансжиры. Мы этого просто не понимали, потому что, извините, 100 лет назад был другой уровень науки нашего понимания процесса. Поэтому даже если вы увидели частично гидрогенизированные жиры, скорее всего, там будет минимальное количество трансжиров. Плюс не стоит забывать, что всё-таки трансжиры мы получаем не только с конфетками, пальмовым маслом и всем таким прочим, но и с молочными продуктами, но и с молоком, сыром и так далее, потому что сливочным маслом, в нём тоже содержат трансжиры природные. Природные пока у нас не контролируются по закону. Ну и, наверное, вот это самое интересное про состав конфет Рафаэлла. Сахар, который идёт здесь дальше в составе, мы понимаем, что без него сладость особо не сделаешь. Хотя можно, наверное, ожидать, что через какое-то время появится на сахарозаменителях. Да, либо снизит количество. Это тема для отдельного разбора. Но мы сейчас просто скажем, что по жирам, белкам, углеводам здесь указано 38,6% углеводов. Ну, то есть вот если мы съедаем три конфетки Рафаэлла, то одна из них как бы состоит из чистого сахара. Просто так взял сахар и вкуснул. Ну да, ну то есть надо, в общем, соблюдать меру. Есть ли что-то интересное, отличие какое-то в конфетах других, того же самого производителя, шоколадных, которые называются Ферреро Роше. Я всегда посмеиваюсь над тем, кто их придумал. Это Пьеро Ферреро, чья фамилия потом стала очень известной. Он не сильно заморачивался. Он придумал одну и ту же концепцию и просто немножечко видоизменил. Какой хитрый человек. То есть мы делаем вот такие вот пластинки с выдавленными в них шариками, а потом эти шарики наполняем либо молочно-миндальным кремом, либо вот таким фундучно-шоколадным. То есть, по сути, конфеты отличаются только начинкой, а технология, оборудование и все остальное абсолютно одинаково. Как это делается? Расскажите, чисто так, технологически. Сейчас попробую показать. Как крем запихивается в этот шарик. Вот представьте себе, бывают такие коврики для массажа, с такими вот углублениями круглыми. Ну и сейчас очень популярны игрушки, которые называются Pop It. Точно. Лучше даже ассоциации. Яркие такие. Симпл-димпл. Pop It. Да-да-да, с ямочками многочисленными. Вот представьте себе, мы взяли такой симпл-димпл, сделали из вафли его, и потом эта вафелька у нас едет по технологической линии, и оборудование не человек ни в коем случае, сейчас никто ничего не делает с таким ручным трудом, вкладывает туда начинку. Вот этот вот крем. Здесь это молочный крем, здесь это фундучный крем. Затем туда кладется орешек, опять же, не человеком, а машиной, и потом накрывается вторым слоем нашего симпл-димпл. Вот мы и получили конфетку, которую потом обваляли здесь в кокосовой стружке, здесь в орешках, и все, прекрасная конфета готова. Вопрос еще по составу касается, знаете чего, тапиокового крахмала, который вот тут упомянут. Почему не взять простой картофель? Опять, очень многие люди не понимают, что то, что происходит у них на кухне, нельзя сопоставить с тем, что происходит на производстве. Возможно, дома, когда вы делаете какие-нибудь конфетки или выпечку, можно взять обычный крахмал дешевый из магазина и добавить. Но на производстве мы следим за таким параметром, как технологичность. Крахмалы бывают очень разные, и нативные порой просто не могут выполнить все функции. Например, он будет недостаточно хорошо перемешиваться со всеми ингредиентами, либо плохо выдерживает замораживание, остужение, повышение температур, перепады. Тапиоковый крахмал обладает рядом хороших функций. Короче, это получается такая равномерная вот эта штука, которую мы тут видим на разломе, на разрезе, и которая приносит нам вот то, как говорилось в рекламе другого кондитерского продукта, райское наслаждение. Да. Ну, кстати, если посмотреть вот так вот по составу, вот с закрытыми глазами, то на самом деле у многих конфеты, которые продаются за меньшую стоимость и обладают менее известным брендом, состав плюс-минус похожий. Для нашего организма нет большой разницы, вы съели какую-нибудь простенькую конфетку, либо Ферреро, Рафаэлло. Это всё будет, по сути, сахар и жир. Любите их? Да. Не показывайте мне. Я буду держаться от соблазна подальше. Ольга Косникова, пищевой технолог, химик, сама ест конфеты и их не боится. И вы видите, с Ольгой, в общем, всё более чем хорошо. Я ем химию, потому что я и есть химия, как и вы все. Кажется, вы сейчас немножко обидели часть нашей аудитории, она не готова к такого рода обвинению. Подумайте об этом на досуге. Я Сергей Малозёмов. Благодарю Ольгу за помощь во всех этих разборах. Надеюсь, не в последний раз. С удовольствием ещё приду. И пишите нам в комментариях состав, чего вы хотели бы увидеть разбор в нашем исполнении. Мы с удовольствием это сделаем. Будьте здоровы, не болейте, не толстейте, живите дольше. Пока.